Для мечей приготовили большую насыщенную программу в дни новогодних каникул. Отдохнуть с семьей и друзьями можно будет в любом округе города. В скверах и парках завершают строительство ледовых городков. В этом году сразу на трех площадках в Театре Кукол, Орликин, Цирке и Тюзи пройдут благотворительные новогодние елки. Во время каникул любой желающий может побывать и в Омской усадьбе Деда Мороза. Она начнет свою работу в Центре искусств 28 декабря. Ну а главная елка в сквере имени Дзержинского встретит о мечей чуть раньше. 26 декабря начнется новогоднее волшебство у фонтана. В новогоднюю и рождественскую ночи о мечам преподнесут подарок. Горожан ждет дискотека до 4 часов утра. В дни школьных каникул с 27 декабря по 8 января 2015 года с 16 до 20 часов будут организованы театрализованные игровые новогодние программы с вручением подарков и призов. Новогодний праздник, несмотря на скудность бюджета, продуман и творчески, и технически. Сегодня об этом журналистам рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский. По его мнению, участвовать в приготовлении к самому волшебному торжеству должен каждый омич. У нас в бюджете заложена соответствующая сумма на проведение праздников. Она достаточно скромная. Непосредственно напрямую мы 800 тысяч перечислили в округа. Работаем со всеми предпринимателями, со всеми промышленными предприятиями, государственными предприятиями, для того, чтобы они тоже принимали участие. Обратились в этом году к жителям, чтобы они и свои дома, свою собственность подготовили к празднику и создали соответствующую атмосферу.